Привет, друзья! Привет, мои дорогие подписчики! Сегодня я готовлю долму в виноградных листьях. Самое время, самый сезон, листочки нежные, молоденькие, и я думаю, долма будет очень вкусная. Это очень известное и популярное блюдо, и начну его приготовление с фарша. У меня уже есть заготовленный фарш, это свиноговяжий фарш с салом. И теперь я порежу зелень. И зелень я использую петрушку, укроп, кинза, обязательно базилик и немного листиков мяты. Сейчас я всю зелень оборву от стебельков и мелко-мелко порежу. Благодаря тому, что я положил сюда несколько листиков мяты, абсолютно другой аромат у травок. Очень вкусный. Я оставил немножко петрушки и кинзы для соуса к долме. Листики. Сейчас я добавлю несколько зубчиков чеснока. И, как обычно, полное описание рецепта смотрите под видео. Два зубчика чеснока на один килограмм фарша, я думаю, будет достаточно. Чесночок. У долмы, как и у множества блюд, есть очень много вариантов, как ее готовить, с какими травками, с какими пряностями и с какими пропорциями. Сейчас я готовлю долму такую, какая мне нравится больше всего. В долму я буду добавлять рис. Рис в долме будет всю влагу, в мяске и в зелени, какая есть, впитывать себя, и долма будет сочная. Но здесь очень важная эта пропорция. На один килограмм мяса я беру не больше 20% вареного риса. Но я буду добавлять рис сырой, это очень важно. Рис впитывает в себя две части воды. То есть, если мне нужно 200 грамм готового риса на килограмм фарша, мне нужно взять всего 65-70 грамм сухого риса. Рис я уже замочил водичкой. Из пряностей я буду использовать корень куркумы. Он вот такой красивенький, желтый. Я часть корня уже потер на терочке, и здесь есть у меня куркума и тертая, и сам корешок. Он даст цвет и аромат. Черный перчик и красный острый перчик. Чтобы черный перец в ступке легче размазывался, я добавлю в ступку соль. Соль я беру 1% от веса фарша. Немного острого красного перчика. Куркума. Рис. Многие советуют брать рис именно кругленький, а не продолговатый. Поэтому берите такой, какой вам нравится. Смесь соли и черного перца. Теперь все красиво вымешиваю. Первые далматинцы уже получились. Я думаю, все абсолютно могут различить наружную и внутреннюю сторону листика. Те, кто не может, листик с глянцевой стороной мы кладем на стол. А матовой стороной, шершавой, с такими прожилочками, лицом к себе. Кладу сюда листик и беру совершенно чуть-чуть фаршика, чайную ложечку, не больше. Ему всегда рука хочет положить побольше. Две вот эти половинки заворачиваю. Подворачиваю в правый краешек, в левый краешек. И сворачиваю вот в такой блинчик. Получилась вот такая красивая долнушечка. Из виноградного листочка. И кладу ее вот сюда на блюдо. Все получается очень легко, просто. Листики я собирал вчера. И они лежали сухими в холодильнике. С ними абсолютно ничего не случилось. Но как только я их помыл, они сразу начали пятниться, изменять цвет и как будто бы немножко портится. Листики самые нежные. Мягенькие, мягенькие. Если листочек маленький, конечно, фаршика я тоже кладу поменьше. Вот совсем чуть-чуть. Раз, два, три, четыре. И закрутил. О, маленькая. Чем меньше, тем вкуснее. Вот так потихонечку, за бутылочкой хорошего вина, я выработаю весь фарш. И посмотрим, что из этого получится. Все, берестулку, подсаживайся. Головы от зернового самогона. Самое лучшее и экологическое средство для розжига любого огня. Как сделать вкусный, обалденный самогон из пшеницы, из гречки, из овса, из разных-разных зерновых. Смотрите, ссылочка вот здесь, сверху. Сейчас очаг разгорается, и скоро будет уже готовиться долма. А пока это все происходит, я возьму и несколько партий сделаю долму на ниточке, для того, чтобы сразу была порционная долма. Долма на ниточке. Несколько виноградных листиков я кладу на дно казана. И несколько оставлю, чтобы положить сверху на долму. Вот так. Вот такие красивые гусики получились. Когда долма будет вариться, она будет всплывать. Чтобы этого не было, я накрываю ее тарелочкой. Ну, в тарелочке вот здесь будет собираться воздух. Чтобы этого не было, я здесь ел две вот такие красивые, два красивых отверстия. Как сделать отверстие в тарелке, в банке или в любой посуде, смотрите, ссылочка вот здесь, сверху. Конечно же, я пошутил, эти блюдечки были из-под подставок, и здесь отверстия уже были. Но все-таки, как сделать отверстие, ссылочка рабочая, смотрите. И теперь все это заливаю хорошим, вкусным бульоном. Чтобы долма не всплывала, я ставлю сверху на тарелочку груз. Вот такой бокал с водичкой. Долма в бульончике уже почти закипела. И пока она будет вариться, минут 25-30, ровно столько, сколько нужно времени, чтобы приготовился рис, я с удовольствием сделаю очень вкусный соус для долмы. Для этого обычно используется какой-нибудь молочно-кислый продукт. Йогурт, мацони, еще что-то. У каждой нации свои предпочтения. Я взял вот такой хороший густой йогурт. Сейчас я сюда добавляю мелко рубленную петрушку и кинзу. А также зубчик чесночка. В обычном соусе для долмы обычно не добавляют зелень. Но я люблю очень сильно зелень, поэтому я ее с удовольствием сюда добавляю. Петрушечка, кинза и, конечно же, хороший вкусный йогурт. И аромат костра. Зачем мне та долма? Соус и так хорош. Прошло 30 минут. Я уже полностью достал все угли в очаге. Долма уже почти не дышит. И теперь должно произойти чудо. Я этот секрет посмотрел у Сталика. Когда долма уже полностью сварилась, еще пройдет минут 5-10, и вот большинство из вот этого красивого вкусного бульончика должно опять впитаться в долму. Сейчас я это и хочу проверить. Опа! Как это удобно! Как это удобно, когда вот так на ниточке порция долмы, я ее поднимаю, и они все здесь, ничего не раскрылось, и так легко достается. Аромат уже божественный. Все травки, чесночок, перчик, бульончик, все слышно. Бульон настолько прозрачный, хотя здесь был сырой фарш, никакой пенки я не собирал. Все идеально, все чисто и все красиво. Долма в виноградных листьях уже готова. Очень прекрасный аромат, настолько волнует, я уже просто хочу попробовать. А здесь у меня красное сухое вино из ледии прошлого урожая. Я его сделал сам, очень вкусное. Настолько удивительный аромат соус. Да, у меня гусенький листик, фарш с травками, соус. Объедение. И так удобно, на веревочке. Снял. Маленькие, классные. Прямо из них сок капает. Очень вкусно. Настолько вкусно, что вы должны это сами попробовать. Долма классная. Друзья, если вам понравилось мое видео, ставьте вот такие огромные лайки. Пишите комментарии, как готовите долму вы. Подписывайтесь на мой канал. Ссылочка для подписки вот здесь внизу. Вот здесь рядышком есть колокольчик. Нажимайте на колокольчик, и вы будете всегда в курсе всех новых видео на моем канале. И помните, кухня это самое спокойное место. До новых встреч! Продолжение следует...